Заброшенные долгострой, бесчеловечные отношения и забытые участки. Здравствуйте! Это программа «Дежурный по городу неделя» и в начале краткий обзор выпуска. И начнем мы нашу программу с жалобы, которая поступила нам из 111 микрорайона. Местные жители жалуются на вот этот долгострой. И вот там есть магазин. Два магазина. Да, невозможно пройти за этой стройкой. Я, ну, костыляк, я тут не могу попасть никаким образом. Потому что пока не было стройки, там есть пологий проход. Элементарно даже, там, если что случится, туда заехать невозможно никаким образом. Потому что там все запарковано. Когда зимой, например, здесь налить был, лед, это песок постоянный, ну, даже вот элементарно там всю дорогу разрыли, какие-то машины, та же самая пожарная часть, либо скорая, но это очень неудобно. Наши, например, родители, которые паркуются здесь рядом, кому-то приходится объезжать вот либо дом, либо вот сверху, чуть-чуть другой дом. И нашим детям, я думаю, тоже в том плане, что их это привлекает, так как это стройка, но это небезопасно. Вы рабочие, а что строите? Пока ничего не строим. А почему? Немножко объектов. Вы что-то же делаете, какие-то работы. Под кран фундамент ищет. Под кран? Да. То есть скоро стройка возобновится? Скорее всего. Местные жители говорят, стройка идет уже около 10 лет. И о сроках ее окончания ничего не известно. Люди жаловались в мэрию, но ответа так и не получили. Свой запрос отправили и мы. На сегодняшний момент с арендатором мы провели предварительную беседу, достигли договоренности по возможности расширения прохода земельного участка между домами и переноса забора. С жителями мы готовы встретиться на следующей неделе в любое время для возможности обсуждения данной беседы, устранения проблем и указания на недостатки. Решение вопроса уже целый год ждут и жители улицы Балтийской. Там, в собственной квартире, оказался заблокирован инвалид-колясочник. Вход в дом перекрыли соседи. Вот тот самый дом на улице Балтийской. В нем три квартиры. Слева проживает семья Пушкаревых. У них отдельный вход. Его узаконили полвека назад предыдущие жильцы. А вход справа был много десятилетий подряд общим вот для этих двух квартир. Но год назад семья Кобелевых решила сделать его индивидуальным. Жилье муниципальное. Соседи доли приватизировали. Непонятно, кто и как признал дом, блокированный постройкой. Ранее Кобелевы заявляли. Разрешение взяли в администрации. Чиновники, видимо, подписали бумаги без выезда на место. Октябрьский суд решение закрепил. Целый год Мелентьевы пытались оспорить его в Верховном суде Бурятии. То есть к вам все так же, да, в дом через окно? Все так же, все без изменения стабильности? Суды как бы мы все же выиграли тогда. Предписание ему прокуратура выписала. Ну, дает на месяц на убор забора. В итоге, как они сделали, чтобы не убирать забор, отец, видать, продал сыну дом. На месте окна Мелентьевы даже думали сделать двери. Но оказалось это невозможно. Во-первых, будет нарушена конструкция дома. Во-вторых, сократится площадь почти на 16 квадратов. А в-третьих, дом настолько старый, ему уже 60 лет, что он может попросту не выдержать. Это вот у меня жилая комната. И вот всю зиму, всю зиму в аду и дрова все через окошко. Так я вот здесь так и сидел. Ну, куда я буду жить? Вы целый год просидели дома, да? Три раза съездил на кладбище к жене и все. А как вы на пухоро находили? Ну, вот меня вот так скрыли через окошко. Год назад супруга Александра Белентьева умерла. Но даже когда ее госпитализировали на скорой, ей пришлось выходить через окно. А вы не знаете, они дома сегодня? Скорее всего, не хотят выходить просто. Для решения этой проблемы мы написали не один запрос. Обращались и в мэрию, и к судебным приставам. На помощь пришло общество без барьеров. Я не знаю, насколько нужно быть равнодушным, чтобы вообще вот к этой истории вот так относиться, да? Ну, никакому разу не подается, на самом деле. Потому что, как сказано, от любви на души, я эту историю просто-напросто завела до свидения старшего помощника, прокурора из Бурятия. Это находится на контроле и уполномоченных по правам человека, и у человека из Бурятия. А сейчас это уже прокуратура республики Бурятия находится. Главное не быть равнодушным. Такого же принципа придерживаются и наши народные контролеры. Все, что некрасиво и небезопасно в нашем городе, тут же попадает в объективы их видеокамер. Эти знаки их просто колбасит. А еще оторвутся. Из-за своей конструктивной особенности данные знаки имеют свойство раскачиваться на ветру из-за высокой парусности самого знака. Дополнительно сообщаем, что в подрядной организации будет выдано задание на обследование данных знаков. При выявлении недостатков все замечания будут устранены, просто будут натянуты, и знаки будут проведены в нормативном состоянии. Дирекция по паркам активно готовится к летнему сезону. Производится расконсервация, уборка и чистка фонтанов. В парке Юбилейно находятся два фонтана. Несколько сталкиваемся с локализмом. Вот один из примеров. Ломали плитку, нарисовали рисунки. Работы ведутся. Планируем до 1 июня все закончить и открыть. Специалисты управления административного контроля организуют выездное место для фиксации нарушения, усыновления ответственного лица и наложения административных санкций. Отметим, за неуборку прилегающей территории грозит штраф от 4 до 110 тысяч рублей. На начало субботника был организован субботник местными жителями порядка полторы тысячи мешков. На данный момент осталось 300 мешков для вывоза. Сегодня эти мешки будут вывезены. Также хотелось бы отметить, что мусор там идет у нас бортовой. То есть это не после городского субботника, а с прочистки собственных дворов. Ну а сейчас мы едем в энергетик. Местные жители жалуются, земля есть, а воды нет. Почему? Будем разбираться. 8 лет назад здесь был пустырь. Администрация выставила землю на торги. Сформировали более 80 участков. Распродали. Но жить здесь оказалось не так-то просто. Мы надеялись, что администрация города предоставит нам все необходимые условия для проживания. То есть обеспечение у нас электроснабжением, водоотведением. Но у нас этого до сих пор нет. До ТЭС-2 500 метров. Вода и тепло есть. ДНТ-кедр. Вот 200 метров. Вода и тепло тоже там есть. Мы находимся в центре. У нас ни воды, ни тепла, ни электричества, ни дорог. Проводили электричество, то есть устанавливали опоры. Когда мы уже все построили, мы передали вот эти сети обслуживающей организации. Ой, здесь осторожно. А, осторожно. Боже. Оставляют желать лучшего. И дороги. Жители говорят, что чаще всего благоустраивать их приходится за собственный счет. Ну и дороги у вас кошмар. Так вот, именно. Дороги ужасные, ездить невозможно, да. Желательно было бы маршрут, куда маршрут, если бы продлили. До конечной еще порядка километра от этого места идти. Ближайшая водоколонка находится в микрорайоне Тепловик. Есть еще вариант съездить в Радужный, но это еще дальше. Много воды особо не привезешь. В основном люди ездят с такими вот флягами. Этого хватает лишь для питьевых нужд. Поскольку литров вы так возите? Зараза где-то 40 литров. Надолго этого хватает? Это где-то на 5 дней. Главный вопрос, кто ее носит? Носим мы с дедушкой. У дедушки компрессионный перелом позвоночника в двух местах. Бабушка, мне 60 лет. Сами разработали проект за свои деньги. Наш проект «Согласование прошел в водоканале». Он там лежит, покрывается пылью. Уважаемый Алексей Самбуевич, мы жители поселка «Энергетик» улицы Ландышевой просим вас посодействовать в нашем вопросе по вопросу водоснабжения наших участков. Освещение и вообще всей инфраструктуры. И ждем решения и вашей помощи. Аукционная документация указывалась, что предоставление данных земельных участков осуществляется с техническими условиями. На подключение как теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение. В связи с этим оценка земельных участков ввиду отсутствия данных объектов осуществлялась на основании рыночной стоимости. И цена данных земельных участков, так скажем, шла с учетом отсутствия данных объектов. Заявители, приобретая данные земельные участки, уже знали об особенностях данных земельных участков. То есть они должны там все за свой счет делать? Да. В текущем году у нас администрация Октябрьского района рассматривает этот вопрос для включения корректировки ПСД в учетном прохождении. В текущем году финансирование местного бюджета не предусмотрено. То есть в будущем году что рассматривается-то? Разработка ПСД полноценно, чтобы мы включились в федеральный проект. Я думаю, что если пройдем экспертизу, то все шансы есть нам пройти в чистую воду. Согласно порядку, с учетом поступающих обращений администрации района, формируется потребность в грегировании дорог, которые передаются в Комитет городского хозяйства администрации города Уангрии. Дальнейшим комбинатом по благоустройству города проводится выездное обследование, по результатам которого осуществляется грегирование улиц с неусовершенствованным покрытием. В данный участок дороги администрация района включена в перечень мероприятий по грегированию. Будем надеяться, цивилизация когда-нибудь придет и на улицу Ландышевая. Ну а пока в энергетике люди страдают без воды, в Сотниково ее хоть отбавляй. Четыре года назад на этом месте не было ни домов, ни ручья. Люди купили участки под ИЖС, построились. Наступил многоводный период и этот ручей проснулся. Теперь он не дает спокойно жить нескольким улицам. Ручей вытекает вот с того участка. В принципе, там он в своем русле находится, естественно, так сказать, вытекает. И там уже местными силами проделали канавку, более-менее направили его. Но все равно здесь он уже хаотично начинает бежать на дорогу. У меня двое маленьких детей, болеют они часто. Я не могу элементарно вызвать к себе скорую помощь, потому что она просто даже не проедет. Она не найдет мой дом. Из-за ручья отрезанными от мира остаются около 10 домов. Люди могли бы проехать к своим участкам вот по этой объездной дороге. Но, как мы видим, сделать это тоже непросто. Люди даже хотели благоустроить ее за свой счет. Но оказалось, что она проходит по чьим-то участкам. Это вот от хождения земли, то есть от ручья. От того, что здесь, да, сами видите, творится. Пласты, видимо, я так понимаю, почвы двигаются. И вот еще можете здесь посмотреть. То есть вот видно хорошо. То есть трещины пошли, да? Без камня, в принципе, мы здесь ничем не отсыпем. А здесь создание нового русла ручья. Оно должно быть либо в лотках бетонных, либо в трубах бежать. Мы готовы сделать сами. Нам содействие нужно от администрации. То есть хотя бы хоть что-то, какая-то помощь. На сегодня администрация готовит запрос в Минприроды для установления границ охранной зоны ручья Сотниковка. После установления указанных границ администрация планирует провести мероприятие по минимизации последствий негативного воздействия ручья для местных жителей. Как оказалось, решить вопрос сложно. Дома находятся в историческом русле ручья Сотниковка. В администрации говорят, согласно водному кодексу, русло менять нельзя. После нашего сюжета на место выехала целая комиссия. А если и вы столкнулись с вопросом, решить который кажется невозможно, обращайтесь к дежурному по городу. Будем разбираться вместе. И в завершение хорошие новости нашего города. Ну а я с вами прощаюсь с наступающими праздниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин